Как же вас мотивировать? Если у вас не заводится машина, кто-то должен ее подтолкнуть. Как только она тронется, больше не нужно будет ее толкать. Она будет ехать сама. Мы можем научить вас. Когда вы станете воспринимать это как часть себя, это разоржет у вас огонь. Намаскарам, Садхуру. Я хочу сделать многое в своей жизни, но мне лень. Как мне справиться с ленью и сохранить стимул к действиям? Вы должны влюбиться в кого-то или во что-то. Если не находится кто-то, вы должны влюбиться во что-то. В то, что имеет для вас значение, с чем вы будете просыпаться по утрам. Если для вас ничего не имеет значения, тогда зачем просыпаться утром? Как же нам влюбиться? Первым учеником, которого Шива обучал йоге, была его жена Парвати. Она очень жаждала постичь путь к просветлению, потому что видела в Шиве возвышенное существо и хотела стать такой же. Она спросила его, как прийти к этому. Я сделаю все, что угодно. Шива сказал, не нужно ничего делать. Просто подойди и сядь ко мне на колено. Парвати засомневалась. Я не хочу нежностей. Я хочу просветления. Он ответил, расслабься. Подойди и сядь сюда. Она подошла и села. Он прижал ее к себе. Не потому, что ему так хотелось, а чтобы удовлетворить ее стремление. И он прижимал ее все ближе, ближе и ближе. И постепенно она слилась с ним воедино. Существует измерение Шивы, которое мы называем орденари, в котором он наполовину мужчина, наполовину женщина. Этот образ пытается передать вам, что жизнь расцветет только благодаря включению, только благодаря принятию. Если вам нужно включить в себя что-нибудь, для этого должно быть место, не так ли? Если мне нужно сделать кого-то частью себя, я должен отбросить половину себя. Только тогда это произойдет. Вот почему влюбиться, по-английски это falling in love, упасть в любовь. Но не подняться в любовь, не встать в любовь, не взобраться в любовь, а упасть в любовь, потому что часть вас должна исчезнуть. Только тогда останется место для кого-то или чего-то другого. Если вы упадете, исчезнете целиком, то возникнет огромное пространство, куда вы сможете включить весь космос как часть себя. Если хотя бы часть вас исчезнет, вы сможете влюбиться в другого человека или в другой аспект творения. мы можем научить вас, как опустошить себя. Если часть вас исчезнет, то пустое пространство должно будет чем-то заполниться. Когда то, что не является вами, становится частью вас, когда вы станете воспринимать его как часть себя, оно разожжет в вас огонь. Потому что то, что вы сейчас называете собой, это не вы. Это просто набор мыслей, эмоций, идей и предрассудков. Не так ли? Это не вы. Так что то, чем вы являетесь, еще не вошло в ваш опыт. Так как же вас мотивировать? Когда вас еще нет, как заставить вас двигаться дальше? Вас еще нет. Все, что есть сейчас, это набор мыслей, облако мыслей, эмоций и много чего еще. Не так ли? Вот для чего нужна саддана. Вам нужно выполнять какую-нибудь саддану. Изначально кто-то будет мотивировать вас. Если у вас не заводится машина, кто-то должен ее подтолкнуть. Правильно. Как только она тронется, больше не нужно будет ее толкать. Она будет ехать сама. Вначале нет ничего плохого в том, чтобы вас немного подтолкнули. Толчок нужен каждому. Очень немногие могут завестись с первого шага. Многих нужно подтолкивать. Время от времени давать легкий пинок. Остальное они сделают сами.